Слушайте, мне говорили об этом и раньше, но лично убедиться в реальном существовании данного анекдота я смог только неделю назад. А знаете ли вы, что в нашей стране уже второй год подряд проводится такое необходимое для всех для нас мероприятие, нет, даже шоу, как «Внимание! Парад коммунальной техники», то есть тракторов, грейдеров, асфальтоукладчиков, и проводится этот парад во всех городах России, между прочим. На мероприятии можно посмотреть, например, на танцующие самосвалы, на гонки бульдозеров. Реальных коммунальщиков увидеть тоже можно и даже пощупать. Всем желающим во время парада можно не только посмотреть, но и посидеть в кабинах машин, узнать, как они устроены и для чего нужны. Старт всероссийской акции дал замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибес и министр ЖКХ Московской области Евгений Храмушин. С созданием нового министерства строительства и ЖКХ в Российской Федерации совершенно поменялась политика. Мы сегодня чувствуем ее в каждом направлении и в том, как мы работаем по теплу, по воде. И те решения, которые сегодня на федеральном уровне принимаются, мы стараемся вместе с вами максимально реализовать, для того, чтобы наши города стали чище, красивее и благоустроеннее. А на креативе ли это дело? Да вот эти вот ребята из недавно созданного министерства и строительства ЖКХ. Не, ну а чего? Все сделали, можно и подурачиться. Ни ям же у нас на дорогах, ни грязи на улицах, да и снег больше неожиданно не выпадает. Ну, правда, выпал в середине прошлой недели вот такой слой. Пробки сразу километровые, ни одного грейдера я ездил специально смотрел, но я уверен, что это скорее исключение. Главное, что у нас теперь есть вот такой вот нужный нам парад. И недорогой, наверное. Начинаем. А россияне, тем не менее, всю прошлую неделю очень переживали за Испанию из-за ее возможного развода с Каталонией. Но помните, история-то была громкая. Каталонцы устроили референдум по отделению от Мадридского королевства. Шум поднялся до небес. Стычки с полицией, драки. На один из избирательных участков даже пригнали трактор, чтобы заблокировать правоохранителей. Тем временем полиция закрыла почти все участки для проведения референдума. Затем, как вероятность отделения довела Испанию буквально до истерики, материали нашего специального корреспондента Стаса Матанзона. И вот по сообщению пресс-службы Кремля, Владимир Путин, где-то там выступая, сообщил, что россияне прям дюжей спереживались за испанцев из-за случившегося. Я скажу честно, я тут же себе представил среднестатистического россиянина, маму мою или жену, тещу, неважно. Представил, как я просыпаюсь среди ночи, а она не спит, ходит из комнаты в комнату, вся как неприкаянная, вид озадаченный и даже растерянный. Я спрашиваю, случилось чего, может болит что? А в ответ, ой, Саша, болит, сердце не на месте. Как же теперь испанцы-то? И вот так той ночью по всей России. А если серьезно, мне давно хочется задать этот вопрос. Песков своих пиарщиков по объявлению набирает. Ах, да, там же родственники, друзья друзей. Ладно, это реальная журналистика. Сегодня об удивительном. Поехали. Переносимся в столицу, где набирает обороты по-настоящему дурацкий детектив с погонями, задержаниями, возбуждениями дел. Вот только это нормальному человеку история может показаться дурацкой. Московские же полиционеры уверены, что поймали настоящего бандита. А началось все еще в феврале, когда наш с вами соотечественник Владимир Масюк что-то там не поделил с сотрудниками ДПС, но обо всем по порядку. Вообще, Владимир является человеком, который крайне увлечен историей. Основной его страстью стало участие в разного рода реконструкциях исторических баталий. Ну, это вот такие вот игрища. Все. Итак, в тот день, 21 февраля, мужчина в очередной раз принимал участие в такой вот игре, а вечером, возвращаясь домой, человека остановили на посту ДПС. Что там происходило, история умалчивает. Но в ходе проверок и досмотров транспортного средства в багажнике у Владимира стражи порядка обнаружили мушкет 17 века, вернее, его копию. Ну, в общем, ружо, с которым он в этих реконструкциях участвует. Никогда не догадаетесь, что было дальше. На человека дело уголовное возбудили по статье «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Внимание на экран. В багажнике помимо похожего макета, да, лежали три или четыре макета мечей, кольчуга. На реплику или копию оружия лицензия не нужна. Экспертиза, проведенная в ходе расследования, установила – предмет изготовлен кустарным способом. Никакой следовательской части нет. То есть идет описание, ну, вот как мы с вами то, что видим, дальше описываем. И дальше идет, что мы отвечаем на вопрос, что представленный предмет не является копией. Использованной литературой идет ссылки на три форума. То есть эксперты ссылаются на три каких-то интернет-форума. Ну что, круть, дальше. Вот результаты независимой экспертизы, которую, по словам адвоката Владимира, прикрепить к делу отказались. Предмет признали копией старинного мушкета 17 века. Такого же мнения и другие эксперты. Исходя из того, что я вижу на фото, исходя из того, что я вижу в описании, этот предмет является репликой антикварного оружия. То есть репликой мушкета 17 века. Большинство участников исторической реконструкции вооружены подобными макетами, репликами или копиями оружия. Выходит, у всех нужно изъять реквизит. Владимир говорит, его однополчане теперь боятся участвовать в реконструкциях. Многие мероприятия на грани срыва. Если все-таки удастся доказать, что это копия или реплика, то уголовная ответственность реконструктору грозить не должна. Поскольку федеральный закон об оружии прямо говорит, статья 13, что историческое оружие регистрации не подлежит. Но у российских полиционеров, как мы знаем, своя трактовка любого закона. Поэтому мужику сейчас реально 4 года тюрьмы корячится. Кстати, там еще один забавный момент. Он же этот мушкет сам и сделал. А в Уголовном кодексе, нашим славным, есть другая статья. Незаконное изготовление оружия. Слушайте, я много раз говорил, мы живем в сказочной стране. А теперь приглашаю вас на Кавказ, в город Ставрополь, где жители жалуются, что у них из-под кранов течет очень дорогая вода. Сотрудники водоканала объясняют все дело в высокой стоимости доставки этой воды до конечного потребителя, валят вину на энергетиков. Короче, там цена вопроса 50 миллионов рублей в год, которые тупо утекают сквозь пальцы. А Ставропольцы эти лишние 50 миллионов платят. Загадку, где же случилась протечка на такую сумму, ученые мужикрая пытались разгадать давно и мучительно, и наконец свершилось. Виновных нашли во всем и оказались виноваты моллюски-ракушки такие, которые живут в озере Сенгелеевское, откуда пьют горожане. Так вот, пакостят-то эти моллюски подробности дальше. Называются такие существа двустворчатые моллюски дрессены. Название не самое простое, но специалисты водоканала Ставрополя знают его наизусть. Уникальные условия Сенгелеевского водохранилища оказались удачными для таких организмов. Здесь они растут целыми скоплениями. На одном квадратном метре могут поместиться до 10 тысяч особей. Вот что бывает, когда такая колония облюбует какое-то гидросооружение. Несколько взрослых мужчин очищают поверхность с большим трудом. В воде пройти сквозь такие препятствия крайне непросто. В определенном смысле моллюски, которые так не взлюбили в городском водоканале, даже полезны. Они питаются частичками водорослей и микроорганизмами, которые живут в Сенгелеевском водохранилище, то есть по большому счету очищают воду. Но все-таки вреда от них гораздо больше. Они затрудняют движение воды по трубам, требуется больше электричества. Вот и получается, что съедают они не только микроорганизмы, но и десятки миллионов рублей ежегодно. Скажу честно, я не большой специалист в этом вопросе, и даже вообще никакой. Но что-то мне подсказывает, что есть ведь какие-нибудь рыбы или какая-то другая подводная жидкость, которые этими ракушками питаются. И коль скоро специалисты водоканала узнали о данной проблеме не вчера, чего ждали-то? Развели бы эту рыбу. Всяко дешевле обошлось бы, но, повторюсь, я не специалист. Зато когда мне прислали этот сюжет, мне вдруг вспомнилась одна история из моей жизни. Я тогда работал на ТВ-цирке, ой, на ТВ-центре. И вот сотрудничала с нашей редакцией одна страховая компания. Как-то вызывает меня к себе шеф и говорит, съезди с ними в Мурманск, там аномалия какая-то. Уже два застрахованных рыбацких корабля куда-то исчезли. Никто найти не может, а они задолбались платить. Подробности опущу, скажу только одно. Когда мне показали экспертное заключение тамошних мурманских экспертов, я чуть со стула не упал. Рыбы на дно утащили. К чему я рассказал еще и эту историю, а к тому, что у нас в России всякое случается. Ладно, буду закругляться. Это была реальная журналистика и сегодня вот так. На моей страничке в Ютубе ссылка на нее сверху. Вы еще не такое найдете. Заходите, улыбнитесь на канал, подписаться. Не забудьте, в соцсети тоже заглядывайте. Там тоже интересно, в друзья добавляйтесь. Ах да, темы предлагайте, под ними мы обсудим. За сим спешу откланяться. Все, пока. Пока. Пришли купить свежего Хариуса. А тут пипец, Хариус спит. Субтитры сделал DimaTorzok